Всем добрый день! Сегодняшнее видео это пример того, как работает цинковая мазь при жирной коже и при наличии прыщей. Спасибо подписчице моего канала, которое предоставило свои фотографии до и после. Прошло всего лишь навсего 4 дня и вы видите, какой уже замечательный результат от применения одной единственной цинковой мази. Так вот, смотрите, я эту мазь рекомендую применять даже при этой мадрикозе. Кстати, у подписчицы как раз таки это проблема. Есть прыщи и есть демадрикоз, что первоначально невозможно остановить. То есть некоторые специалисты говорят, что прыщи появляются вследствие демадрикоза. Я, например, чаще всего считаю, что как раз таки жирная кожа и прыщи, они провоцируют, что называется, процесс жизнедеятельности этого самого клеща. Потому что клещ питается как раз таки нашим кожным жиром. И поэтому у меня немножечко другая тактика при демадрикозе. То есть большинство специалистов быстренько назначают препараты, которые убивают клеща. Но я напомню, что даже при здоровой коже, у нас на здоровой коже, клещ может спокойно находиться. И он начинает плодиться и размножаться только при определенных условиях. Когда ему вольготно живется, когда есть пища, то есть чем он будет кормиться. А кормится он кожным салом. Так вот, у меня тактика такая. Я уменьшаю количество салоотделения. Я делаю акцент на борьбу с прыщами. И бывают такие ситуации, когда этот самый демадрикоз, этот самый клещ, он просто-напросто исчезает сам по себе. Потому что нечего ему кушать и не с чего ему плодиться и размножаться. И в этом нам помогает цинковая мазь. Но, смотрите, я ее назначаю на 2-3 недели. Вот чаще всего, когда прыщи, 2-3 недели. Потому что 4 дня на самом деле это немного. Это даже иногда очень мало. Особенно если процесс был достаточно запущенный. А вот что дальше? Что делать дальше? Дальше на самом деле вся работа индивидуальная. Во-первых, при прыщах нельзя применять скрабы. Но очень важно проводить процедуру глубокого очищения, шлифовки. И здесь нам может помочь солициловая мазь. Поэтому иногда я советую применять еще солициловую мазь 2-3 раза в неделю. Во-первых, солициловая мазь работает как гератолитик. То есть она помогает убрать наслоение мертвых клеток. Это один момент. Второй момент, что она работает как противовоспалительное средство. Помогает справиться с такой проблемой, как постакне. Вот это подрытие, ямки, пигментация. Ну и конечно же она снимает воспаление с кожи. Поэтому 2-3 раза в неделю еще к, допустим, цинковой мази применять солициловую мазь. Ну а если процесс, вот именно клещ, опять-таки возмутился, да, тем, что его лишают сырьевой базы. И он начинает активничать, то в таком случае я рекомендую подключать серную мазь. Вот раньше на самом деле все было гораздо проще, да. Ну относительно. Дело в том, что от клеща избавлялись с помощью серной мази, да. И в таком случае, если клещ начинает бурную деятельность, то в течение 3-х дней мазать кожу серной мазью с целью убить этого самого клеща. То есть еще раз повторю. А вот тактика, да, потом индивидуально. Все зависит от конкретного человека, что происходит у него с лицом, что происходит с его кожей. Поэтому еще раз. Сегодняшний ролик это показать вам, что цинковая мазь работает. Она действительно способна преображать нашу кожу при такой проблеме, как жирная кожа, как акне, как прыщи. Не обязательно бежать покупать целый ряд дорогостоящих препаратов, выкидывать баснословные средства. А можно приобрести просто-напросто цинковую мазь, и ваша кожа преображаться будет буквально на глазах. Вот. Так что, еще раз. Вот такой вот эффект от цинковой мази. Ну, а еще какие препараты я рекомендую, у вас сейчас будут появляться ссылки вверху, подсказки. И вы можете пересмотреть ролики, какие вообще есть еще аптечные препараты для жирной кожи и какие есть аптечные препараты для жирной кожи с акне. Так что берите себя на вооружение и будьте здоровы. Если вам понравилось это видео, нажимайте кнопку большой палец вверх, которая есть в описании к этому ролику. Если вам видео не понравилось, ставьте большой палец вниз. Но если вы хотите высказать свое мнение, похвалить меня, поругать или предложить новую тему к следующему видео, то оставляйте, пожалуйста, свои комментарии в описании к этому ролику. Если же вы хотите видеть следующие новые видео, но не подписаны на мой канал, то нажимайте на кнопку подписаться, которая тоже есть в описании под этим роликом. Ну а если вы подписаны, но по каким-то причинам пропускаете выход новых роликов или же наши прямые трансляции, когда мы с вами можем пообщаться онлайн, то нажмите, пожалуйста, на колокольчик, который находится в одной кнопке подписаться. И тогда вы будете получать уведомления про выход новых роликов или же информацию о том, когда у нас будет ближайшая прямая трансляция. Продолжение следует...